Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля и как всегда, вот став проснувшись утром пораньше, я сейчас сначала отвечу на все ваши вопросы, потом пойду заниматься своими делами. Потому что вчера я выкладывала несколько видео про придомовую теплицу, там у людей остались еще вопросы, про рассаду, которая шапочки не скидывает. Сейчас мы все это обсудим с вами, быстро-быстро, и на чьи вопросы успею ответить, отвечу. Галина Мешкова про семена, про всхожесть пишет, что замоченные 8 февраля только набухли, семена не дешевые, жду проклевок, не выбрасываю. У меня вот нынче плачевный опыт, я тоже магазинные семена, я уже показывала вам, я очень долго ждала, когда они проклюнутся, они не проклюнулись. Я их посеяла вместе с теми, которые проклюнулись мои, и они взойти взошли, очень долго сходили, но шапки не сбросили и не образовали почему-то даже семидолей. И вот эти всходы, которые я ждала так долго, все-таки пришлось мне вчера их выдернуть и выбросить, потому что ничего хорошего с этого не будет. Все-таки я делаю вывод, что если очень долго не проклювываются семена, вот у меня 26-го, по-моему, я их посеяла, и они вышли, и до сих пор нет семидоли, то уже ничего хорошего с них ждать не приходится. Так вот, Галина Мелехина пишет про то, что калибровка в соляном растворе, пишет, чтобы эксперимент был корректным, нужно еще вырастить и сравнить урожайность, тогда можно делать окончательный вывод. Ну, Галина, я думаю, каждый из вас делает это сам, потому что для того, чтобы выращивать и делать выводы, у меня нет столько земли, чтобы экспериментировать до такой степени, у меня все-таки здесь не какой-то там научно-исследовательский институт. Я для себя вывода сделала, что проклюнулись хорошо, ростки толстые, образовали быстро семидоли, это значит, растения, семена жизнеспособны, я вот это и хотела доказать, что пишут, что всплывшие семена нужно выбрасывать, потому что они пустые и нежизнеспособные. Я доказала, что они не пустые, они жизнеспособные, а как они будут дальше расти, ну, это каждый будет экспериментировать на своем участке. Так, дальше, ну, тут про эти же семена люди свои выводы делают, вот Наталья Шульгина пишет, что я сейчас домыслила этот опыт, семена, у которых тонкая оболочка, они всплывают, вот пальчиками нужно прощупать, если чувствуется ядрочка, то они, ну, короче, это, это да, можно прощупать, когда у вас 10 или 20 семян, а если вот такие вот массовые посевы, вот у меня здесь я замочила, там, наверное, несколько тысяч семян, конечно, мы не будем сидеть и прощупывать, один выход, высевать все, но делать немножко загущенное, и все. Ну, вот пишет Елена Ольховского, что тоже проверяла семена в соленой воде, потом решила всплывшие не выбрасывать, замочила, и они проклюнулись первыми. Больше семена так не проверяют, не проверяю, бывает всплывшие семян больше, чем утонувших. Да, значит, все, многие уже тоже проверяли, что всплывшие семена, они качественные, значит, мы делаем вывод, что вот этот способ не совсем подходит, и не 100% гарантия, что мы выбрасываем всплывшие семена, что они именно плохие. Значит, не нужно выбрасывать, нужно или замачивать до наклёвывания, или высевать все, а потом смотреть. Но опять тоже, как узнать качество семян, я вот проверяю всхожесть семян именно полевую, то есть какой-то образец, когда большие посевы делаю, высеваю в землю, если всходят, значит, хорошо, если не всходят, значит, эти семена просто выбрасываю. Про придомовую теплицу многие интересуются, когда я сейчас начала рассаду выносить, пишут, в придомовой теплице какая бывает температура днём и ночью. Я только что вчера сказала, что ночью минус 12 было, днём минус 2, минус 6 у нас, в теплице плюс 25, 28, 30, только за счёт солнца. Никаких обогревателей я там, конечно, не ставлю, у меня смысла нет такую огромную теплицу, подогревать чем-то, электричеством деньги тратить, если у меня там всего 4 лотка стоит. Подогревать буду только весной, когда будет она полностью забита у меня теплицей, и только в те ночи, когда там холодно, и когда рассаду убрать уже не будет возможности, когда будет их очень много. Ой, ну опять про эти же не всхожие семена, что подскажите, пожалуйста, семена перца на проращивание с 15 февраля, сегодня 24, нет ни одного проклюнувшего семечка, стоит ждать или нет. Ну это опять вы должны решить сами. Мы вот сейчас уже разговариваем про это, что если они долго-долго не проклёвываются, вот как у меня было, они потом всё-таки проклюнулись, но рассада получилась некачественная, даже семидоли не образовались. Скорее всего, вам нужно ещё один запасной вариант взять, посеять, и возможно и эти посеять, и новые, и какие будут хорошие качества рассадать и оставить. Потому что если вы на них пронадеетесь, а если получится так, как у меня будет рассада без семидоли, и вообще она как уроды, они такие, как не сформировавшиеся, вы ничего с них не получите. Я всегда делаю дополнительные посевы, если у меня какие-то проблемы, если я сомневаюсь в качестве. Ну вот про этих же опять космонавтов, рассадов в шапочке, ответили на мучивший меня вопрос. Одно дело, когда стоит в шапочке, и кончики никак не освободятся, смочил семя, раз и снялось. А другое, когда стоит космонавт, ни туда ни сюда думаешь, да что ему надо, пытаешься помочь, так голову вовсе открутишь. Конечно, если семя не снимается, это уже нехороший знак, это значит в нём что-то не так. Так, спасибо за обзор теплицы. Вот пишут опять про придомовую теплицу. Одного не могу понять, за счёт чего в феврале там 28 градусов. Ну за счёт солнца, конечно, нагревается моментально. Вы, если у вас есть возможность, если есть у вас в огороде теплица стоит, вы туда проберитесь, форточку откройте, посмотрите, там сейчас духовка. На солнце теплица нагревается очень быстро. Но она также быстро остывает в зимнее время, когда солнце уходит. Там не каждый день 28 градусов. Если будет пасмурно, там будет минус. Вот пишут, что семена 20 февраля посеяла перец в сухом виде без стимуляции, простой водой полила, 24-го взошёл весь перец. Значит, семена хорошие. Вот про эти банановые ноги Елена Антонова пишет. Если не садили и не выращивали, зачем ролик, для чего? 10 восклицательных знаков, потом ещё 80. Елена, ну вы так не волнуйтесь, зачем так нервную систему свою нагружать, из-за того, что кто-то снял видеоролик и какое-то обсуждение идёт. Если вы этого не понимаете, я даже объяснять не буду. Просто мы обсуждаем, люди много спрашивают, вопросы задают. И вот для того, чтобы всеобщее обсуждение вот такое организовать, если нет, этот ролик, я и спрашиваю, кто выращивал, скажите, какие они хорошие, нехорошие. Люди советуют друг другу, если вам это непонятно, ну, и если вы так нервничаете, ну, не смотрите тогда такие видеоролики ужасные, которые вас в нервную дрожь вводят. Елена Зайцева пишет. Оля, не надо выращивать чёрную ножку, раздайте соседям проклюнувшиеся семена. Ну, Лен, вы, наверное, не понимаете вот всего масштаба. У меня вот здесь вот их несколько тысяч семян, а соседей у меня столько нет. У нас на всей улице, наверное, домов 20, я вот кого знаю, например, 5. У нас частный сектор, мы живём как в деревне, но кому нужно столько семян? У нас сибирский регион, у нас не у всех теплицы. В открытом грунте перец выращивать проблематично. У нас люди выращивают по 5, по 10 кустиков. Редко кто выращивает 20 кустиков, и то вот такие глаза на него вот так. Как-то зачем так много перца сладкого, он же проблемный. У нас же холодный регион, у нас такие вот без теплицы сложно вырастить. И если человек на работе работает, ему некогда открывать, закрывать, весь день бегать. То есть проблемно выращивать вот такие только с теплицей. А теплицы вот на нашей улице, я вот так смотрю по огородам, очень-очень мало. Одна или две. Это я такой очумелый огородник. Никому в феврале эти семена не нужны мои. Так, тем более они у меня там без сорта, не подписаны. Тут про придомовую теплицу. Вот опять, если всходу не сбраться от семена, что покупные семена часто пересушены. Семенная коробочка плотная, твердая, надо размачивать. Пишут, какой регион. Ну, если бы вы посмотрели хотя несколько видеороликов, я везде говорю, Сибирский регион, Алтайский край, город Биск. Сколько времени пролежали в соляном растворе. По инструкции, все, если кому интересно, смотрите сам видеоролик. Пересказывать уже не буду. На ночь укрываете рассаду, пишет. Да ну мы на ночь и не оставляем, конечно, Ирина Кривунец. Я просто, я же говорила, что я выношу на 2-3 часа, на солнышко ставлю, а потом снова заношу. Конечно, на ночь нельзя сейчас оставлять. Вот минус 12, минус 16 на улице температура. Но кто там оставит ее на ночь? Нет. Только-только на день. Что у вас растет в этой теплице летом? В этой теплице летом у меня такой своеобразный там огород на балконе. Я в прошлом году показывала. Посмотрите, там помидоры в ведрах, декоративные перчики, перчик-колокольчик был. Там растут огурцы в мешках. Растет все, что не в грунте. Это про скручивание летних видео листьев, сейчас не будем говорить. Ну вот тоже опять про эти семена. В шапках, в шлемиках из садов России «Малиновое чудо». Многие были в касках, не выпуская семидолик, так и выбросило. Очень жалко, конечно, когда приходят семена за дорогую цену купленные, и получается, что ничего с них, каски не снимают. Татьяна Лукьянова пишет «Хорошо, хочешь сделать хорошо, сделай сам». Это вот про плохие семена. Правильно сделали, что провели эксперимент. Пишут «Малыши-коротышки, глаз радует». Вот про эту же рассаду малыши-коротышки, которые пишут «Оленька, здравствуйте, вы эту рассаду подкормили?» Да не подкормила я эту рассаду. Я никогда не подкармливаю рассаду. Я уже объясняла. Я в каждом видеоролике говорю, что я наоборот ее притормаживаю в росте, чтобы она не выросла, чтобы она не вымахала, потому что это для раннего урожая, и мне не нужно, чтобы она разрослась. Я зачем ее буду подкармливать? Я наоборот делаю противоположные действия. Я же вам говорила, что и поменьше поливаю, чтобы она была именно вот такая крепенькая, коротенькая. И когда спрашивают, вы рассаду подкормили или нет, мне очень странно. Я толдычу, что не нужно подкармливать. Тогда она у вас в таком аккуратном виде до высадки в грунт вырастет. Если ее подкармливать, вы получите деревья великаны, с которыми намучаетесь. Никаких подкормок ни в коем случае. Подкормки вообще, я вот сегодня, может быть, сниму видеоролик даже о том, что нужно или нет подкармливать рассаду. В старых справочниках от советских времен везде написано, что до пикировки рассаду вообще не нужно подкармливать. Зачем мы ее будем подкармливать? У нее вот эта энергия, природная энергия семени, и вот тот грунт, если хороший вы сделали, не нужно никаких подкормок. Вообще, опытные садоводы бывалые, до самой высадки в грунт рассаду стараются не подкармливать, потому что, чтобы она именно была в естественном состоянии, чтобы она не перерастала. Некоторые сначала немножко польют, потом она как начинает у них расти, они не знают, куда ее девать. Она размер видоизменяется, перерастает. Но это долгая тема, не буду сейчас время терять. Так, пишут, когда вы все успеваете. Ну, планирую день, пишу планы себе, составляю планы работы, все успеваю, потому что все у меня по порядку и заранее строю планы. Так, спасибо за подсказку. Я так понимаю, что это томаты на ранний урожай, потому что в нашем регионе еще даже никто не посеял, не то что пикровать. Конечно, я же говорила, когда сеяла, что это только вот такая маленькая часть, одна четвертая теплицы будет занята. Именно для раннего урожая, именно которые, если что-то с ними случится, у меня всегда есть чем заменить более поздними посевами. Но я, конечно, надеюсь, что и с этими тоже ничего не произойдет. Я делаю так каждый год, но никогда она еще не погибала, я ее доводила до конца. Но это та рассада, с которой приходится похлопотать. Да, это для раннего урожая, для очень раннего урожая. Когда в июне люди только высаживают у нас в открытый грунт рассаду томатов, у меня в июне вот с этой рассады уже томаты мы едим, кушаем. Это очень раннего. Вот пишет Наталья Полозова, очень интересный комментарий. Ольга, вы правы, где-то за границей, видела в интернете, вокруг всего дома стеклянная теплица, над крышей теплицы, одни плюсы, и тепло сохраняется, и дома одни плюсы. Наташа, насколько вы правы, мы так расточительно вот к этому солнечному теплу, мы его не используем. У нас рядом с домом стоит огромный гараж, который остался еще с тех времен, когда мы работали, занимались официальной трудовой деятельностью. Гараж строили несколько лет, затратили на него денег на строительство больше, чем на строительство дома, потому что была необходимость. У нас были грузовики, и так как у нас сибирский регион, которые стоят на улице, они плохо заводились, мы строили для своих грузовиков гараж. Гараж на две грузовых машины у нас стоит, остался, вот он сейчас полупустой, там стоит одна легковушка, муж на которой ездит на работу. И там такая крыша просторная, и я вот всегда думаю, так смотрю, с сожалением на эту крышу, еще когда была помоложе, так мечтала, думаю, на этой крыше можно такую оранжерею поставить. Там так тепло, так хорошо, там такая площадь, больше площади нашего дома в два раза эта крыша была моложе, я лазила туда эти ковры стирать, паласы огромные. Вот, за границей, именно на таких крышах устанавливают все эти теплички, и там садики. Но мне, конечно, никто туда землю поднимать не будет, муж на работе постоянно, целыми днями, и я вот с завистью, с такой, смотрю на эту крышу, там столько солнечного тепла. Если бы туда установить солнечные батареи, можно было бы, наверное, дома отапливать. Ладно, помечтали, и хватит. Нет, теперь там садика не видать, конечно. Так, никогда не выбрасываю всплывшие семена тоже. И вот, смотрите, еще про теплицу. Вот Ольга Малаканова, я обещала ей ответить. Мне очень понравился такой вариант теплицы. Не совсем поняла, у вашей теплицы два входа, один с улицы, второй из дома. Значит, чтобы войти в дом, надо через теплицу входить. А если пристроить теплицу к окну, у нас на южной стороне, или окна будет недостаточно. Вот смотрите, я ответила Оле, что отвечу завтра утром в вопросах. У нас дом был построен изначально, без теплицы же, без этой. И, конечно, у него есть центральный вход, который при строительстве. Мы сами этот дом строили, я сама чертила весь этот подробный план, где будет стоять камин, где будет у нас дверь, где что. И вот, смотрите, конечно, у нас фасад дома. Он фасад дома, центральный вход. Там не видно ни этой теплицы. Эта теплица у нас как сзади, с огорода, как бы с черного хода пристроена. Сначала был построен дом. Был построен дом, был сделан центральный вход, который с улицы мы заходим, все. Потом уже, когда я запланировала вот эту теплицу, я долго, конечно, мужа уговаривала, не всякий на это пойдет. И нам пришлось для того, чтобы пристроенную теплицу как-то, ну как в ней работать мне, пришлось из дома прорубать еще одну дверь, как бы черный ход делать, в огород. То есть с центрального входа мы заходим, все нормальные люди заходят с центрального входа. А вот там еще сзади, вот как в сторону огорода, у нас еще одна дверь, но я и пользуюсь практически только я. Я эту дверь открываю, хоп, выхожу, и я сразу в огороде, сразу в этой теплице. А из теплицы уже, конечно, в теплице две двери с этой стороны, с этой стороны. Из теплицы можно выйти в огород. И практически я-то захожу в дом летом, конечно, вот с этого заднего хода. Я вышла в теплицу, в огород, по огороду походила, зашла через теплицу опять в дом. А нормальные все люди ходят с центрального хода, там, ну, с улицы. Все, все очень просто. И эта дверь, она вроде как бы только для меня. Так, алюминиевые прожилки мои. Вот пишет детский дом. Ольга Чернова, здравствуйте, процветание вашему каналу. Монетизируйте свое видео в криптовалюте, никаких особых правил. Отличный заработок на своих видео, совместимо с любыми партнерскими программами для монетизации, все легко. Я тут смеялась. В какой криптовалюте, какие монетизировать? Я даже название своему каналу не могу прицепить, не знаю, как это делать. Мне вот тоже, вот тут вот смешно, что пишут, все так легко. Ко мне, когда начинающие огородники какие-то вопросы задают, и мне кажется, ну, это же так легко, ну, о чем вы говорите? Ну, в огороде же все так просто, все так легко, и мне прямо интересно, почему некоторые люди этого не знают, все. Ну, как только я касаюсь другой области, вот этого, где криптовалюта, где какая-то монетизация своих видео, совместимо с партнерскими программами. Для меня это лес густой. Мне уже учиться, скорее всего, поздно, мне уже, я на пороге 60-летия стою. Никакой монетизации своих видео я, конечно, не сделаю, тем более в криптовалюте, о чем я вообще смутно представляю, что это такое, что нельзя потрогать руками, я вообще плохо представляю. Так что, вот, поулыбалась и поехали дальше. Будем без монетизации в криптовалюте снимать видео. Ну, и тут, тут комментарии на то, что там написала Людмила, что съемка плохая, но это я воспринимаю нормально, я не видеооператор. Так, меня научили, я теперь не комментирую вот такие негативные комментарии, как сказали, пролистывайте дальше. Хотя, конечно, я живой человек, мне все это так неприятно, когда вот такое напишут, стараешься, лазишь там по этой теплице, вот показываешь все, потом говорят, а у вас пленка, ой, видеосъемка некачественная. Но я согласна, я не видеооператор, я считаю, это не самое важное. Так, вот спрашивают, фундамент какой в теплице? Фундамент ленточный, по всему периметру, прям небольшой, мы просто вырыли канавку сантиметров 15, замесили вот эту песчаногравийную смесь, как обычно, набросали в эту канавку, туда отходы всякие, вот обрезки металлических труб, положили, ну как сделали такое своеобразное армирование немного, чтобы он на морозе не трескался, не покорюбило. Туда же вставили эти корешки вот этого алюминиевого профиля, на который потом прицепился вот этот каркас. Ну, все так, по самодельному, по небольшому, но немножко все-таки подливали фундамент, да, потому что без фундамента из-за холода, потому что там рано весной сильно холодно. Фундамент он немножко предохраняет все-таки, как бы повыше она. Опять, какой регион? Через каждое видео, какой регион? Сибирь, Бизг, да. Вот пишет, а если тысячи шапочки снимать, может правильно сажать глубже, в три раза больше размера семени, ученые раньше не ошибались. Но знаете, вот тут то ли роза, мина роза какая-то, кто высаживает тысячи, у того шапочек обычно нет. Я вот по себе знаю, потому что семена в таких количествах высаживаешь только свои, ты не будешь же тысячами семян где-то покупать по дорогой цене. И ты садить уже, высаживать, посеивать к этому времени, когда ты тысячами начнешь садить, ты уже умеешь. Не знаю, у меня нет никаких проблем высаживать с шапочками. Вот когда массовые посевы делаю своими семенами, рассаду для продажи, вот такие шапочки встречаются только, когда купишь в магазине несколько семян, обычно дорогих, какой-то фирмы. Со своими семенами я с шапочками никогда не встречаюсь, не мучаюсь. Так, вот пишет, что, один вопрос, томаты подрастают после первой пикировки, готовлю стаканчики для пересадки, семидольные листочки, такие хорошенькие, закопать хочется выше. Оборвешь вдруг инфекция в ранку, возможно наивный вопрос, но я не знаю, как лучше, хотелось заглубить растение. Я всегда заглубляю растение, семидольки всегда отщипываю, если вы боитесь инфекции и закапывать боитесь, я вам вот дам такой совет практически, вы отщипните заранее, отщипните утром, например, первого дня. Один день постоит, а на второй день закапывайте, потому что это всегда так советуют, даже вот когда посынкованием занимаемся летом, говорят, что, чтобы не покопала никакая инфекция, утром отщипываете, за день оно проветрится, и там можно, ну это делается, советуют посынкование, из-за того, чтобы на ночь не оставались вот эти вот ранки, как мокрые-мокрые, чтобы они подсыхали за день. У вас также за сутки, они обязательно подсохнут, и вы на следующий день просто их закапываете, ничего страшного, не знаю, если грунт нормальный, инфекция не должна попасть никакая. Так, это я уже отвечала. Вот опять про ящики. Про лотки было специальное видео, вы найдите, как я готовлю тару к посевам, все там посмотрите. У этих ящиков есть ли отверстия на дне? Сегодня такие хотела купить, но дно без дырочек. Так они всегда дно без дырочек, все дырочки мы делаем сами. И Галина Колчина пишет, с 2019 года, чтобы продать что-то с огорода, надо зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель, получить лицензию и платить налоги. Галина, я для вас, может быть, скажу какую-то, открою секрет или новость, но у нас уже 30 лет, как принят закон, когда человек, который получает какой-то дополнительный доход, независимо где, в какой области он получает, он должен зарегистрироваться как предприниматель, он должен платить налоги. Но это, знаете как, тут все по-разному. Я вот 20 лет работала по этому свидетельству как предприниматель и платила налоги, и платила пенсионный фонд. Но есть люди, которые не делают этого, работают как на свой страх и риск. Это, как всегда, закон принимают, но каждый человек действует по-своему, по своим убеждениям. И ничего страшного в этом нет. Если, например, вы хотите получить постоянный доход с этого, пожалуйста, платите налоги и спите спокойно. Если это разовое какое-то, вот вы вырастили, пошли там одно ведро помидор продать, конечно, никто не будет из-за одного ведра регистрироваться. И никто у вас не будет, допустим, куда-то какие-то штрафные санкции из-за одного ведра какой-то бабуськи-пенсионерки выписывать. Все это всегда так было. Всегда, когда человек получает дополнительный налог, он должен, ой, доход, он должен платить налог. Это было еще 30 лет назад, и мы все так работали по этим свидетельствам. Ничего страшного в этом нет. Во всех странах такие законы. Но, опять же, я не думаю, что это коснется каких-то пенсионеров, которые там какую-то лишнюю копейку разово получают. Для системных, для тех, кто получает системные доходы, конечно, это, наверное, нужно. Вот последнее сейчас. Как отличить толстоногие или тонконогие? К сожалению, на пачках не пишется. Вы никак, когда покупаете, не отличите. Это вы можете увидеть только при посеве. Или спросить у тех, кто знает, уже сеял этот сорт. Или где-то узнать в интернете, вот в обсуждениях на этих, на форумах. Почему-то на пачках не указано. И вот Нина Акимова, все, последний вопрос. Оля, как снег сходит с крыжи, ужас, какие лавины сходят, боюсь, поломает. Дело в том, что, когда мы строили, мы знаем, у нас же тоже сходит лавина. Я вчера же показывала эту бумажечку. Когда мы строили, мы изначально, зная о том, что лавины сходят, делали изгиб теплицы такой, что он вот крыша, и теплица идет, как бы продолжение крыши, вот по этой же траектории она у нас так идет, идет, идет. И если у нас вектор не меняется, то лавина эта не задерживается. Она вот так пошла и сразу, и из теплицы тоже сразу скатывается. Потому что у нас нет такого, если бы было вот так вот сначала крыша, а потом вот так вот теплица, и лавина скатилась и осела здесь. Во-первых, она скользкая, такая склизкая, поликарбонат, и он как лавина едет, он так, ух, съезжает, все. Ничего страшного, все это можно устроить так, как нам нужно. Ни разу в жизни не задерживался там снег, он весь съезжает, как по горке, вот как дети катаются по горке. Моментально только слышим грохот, бух, свалилась лавина. Это горка для лавины у нас. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Сколько я успела, рассмотрела ваши вот эти комментарии, вопросы. Конечно, ближе к весне комментарии все-таки позитивнее и позитивнее приходят. Сейчас буду помаленьку выходить на улицу, показывать вам там, как я в прошлом году теплицы подготовила к высадке рассады. Потому что начинаю рано работать в теплицах. Настроение все лучше и лучше, как я уже говорила. Цвет настроения зеленеет, все зеленее и зеленее. Рассада пахнет уже, томатные листья, вот этот запах, это такой стимулятор для человека. Все, пока, пошла работа.